И снова всем привет! Вы, как всегда, на канале Истории Спорта. И, пользуясь случаем, хочется поздравить всех женщин, девушек, девочек с наступающим праздником. Ну и, мужики, давайте поддержим весь женский пол лайком и подпиской. Ну и про комменты не забываем. Кстати, каждой девушке, кто оставит комментарий под этим видео, я отвечу комментарием с поздравлением с 8 марта. Ну и 3 самых интересных комментария теперь будут выкладываться в нашем следующем видео. Так что дерзайте, пишите. Ну а самые интересные вопросы в комментарии буду отвечать либо в видео на самое интересное, либо в описании. Ну и в такие дни было бы преступлением не рассказать именно о девушке в спорте. Поэтому ролик будет о величайшей спортсменке, лучшей лыжнице Елене Вяльбе. Это сейчас все знают Елену Вяльбе как президента Федерации лыжных гонок России. Но 20 с лишним лет назад спортивный мир с облегчением выдохнул, когда Елена Валерьевна приняла решение уйти из спорта. Она была выдающейся спортсменкой, выиграла все возможные титулы. А в книге рекордов Гиннеса Вяльбе записана как лучшая лыжница 20 века. Обо всем этом мы и поговорим далее. Субтитры сделал DimaTorzok Родилась Елена Валерьевна до замужества Трубицина в 1968 году в Магадане. На лыжи встала еще в раннем возрасте. В то время активно развивались два вида спорта. Лыжные гонки и бокс. Женского бокса тогда еще не было. А вообще, я все детство каталась на лыжах с подружкой в огороде, вспоминает Вяльбе. В 8 лет Елена стала заниматься в Магаданской школе Олимпийского резерва. Уже через 3 года вошла в сборную региона, а в 14 лет получила звание мастера спорта СССР. В 86 году на дебютном чемпионате мира среди юниоров в американском Лей Плесиде 17-летняя Елена Трубицина завоевала награды во всех гонках. На следующий год вновь завоевывает награды во всех гонках на чемпионате мира среди юниоров уже в итальянском Азиага. Елена выиграла золото в индивидуальной гонке на 15 километров коньком и в составе эстафеты, а также серебро в гонке на 5 километров классикой. С 87 года Елена Валерьевна выходит на старт под фамилией Вяльби. Несмотря на то, что Елена и Урмас Вяльби прожили в браке сравнительно недолго, Елена оставила себе его фамилию. На взрослом Кубке мира Вяльби дебютировала в сезоне 86-87 на этапе в финском Лахте. В том же сезоне выиграла свою первую гонку на Кубке мира в составе советской эстафетной команды. По итогу года заняла 23 место в общем зачете, что довольно-таки очень даже неплохо для юниорки. А вот сезон 87-88 годов пропустила из-за рождения сына и не смогла участвовать в Олимпийских играх в Калгари, где советские лыжницы выиграли 3 золотые медали в 4 гонках. Но уже в следующем 20-летняя Вяльби выигрывает свой первый Кубок мира, что является рекордом в этом виде спорта. Ей было 20 лет и 10 месяцев. В этом сезоне Елена Валерьевна выиграла 5 этапов на Кубке мира и еще дважды стала третьей. И впервые завоевала Большой Хрустальный Глобус. Одинаково хорошо владела как коньком, так и классическим стилем. Через год Елена уступила Большой Хрустальный Глобус Ларисе Лазутиной. Зато удачно дебютировала на чемпионате мира в финском Лахте, где стала двухкратной чемпионкой, выиграв гонки на 10 и 30 километров свободным стилем. В эстафете с командой выиграла серебро. Перед Олимпийскими играми 92-го года в Альбервилле Елена взяла еще один Кубок мира, а также три золота чемпионата мира. Но на играх в личных гонках Вяльбе финишировала только третий, победив лишь в составе эстафетной четверки. В конце Олимпийского сезона Елена выигрывает свой третий Кубок мира. Следующие два сезона Вяльбе осталось без трофея. Второе и третье место в зачете. Но возьмет два золота чемпионата мира 93-го года. Олимпийские игры в Лилихаммере еще одно мини-разочарование. Вяльбе была фаворитом во всех гонках, но из-за болезни незадолго до игр взяла лишь одну медаль – золото в эстафете. Елена принимает непростое решение и уходит тренироваться к Александру Грушину. Правильность решений очевидна уже по ходу сезона. 14 кубковых побед. Четвертый Кубок мира с рекордным отрывом от второго места, а также два золота чемпионата мира. В сезоне 96-97 в Вяльбе было не остановить. Еще один Кубок мира – малый глобус в дистанционных видах. На чемпионате мира 97 в норвежском Трюнхейме Вяльбе установила рекорд, непревзойденный до сих пор. Победила во всех пяти гонках, став по сумме всех стартов на чемпионатах мира 14-кратной чемпионкой. В спринтерской классической гонке на 5 км в Вяльбе показал второй результат, уступив Егоровой. Но через три дня Егорова была уличена в применении допинга и дисквалифицирована, и золотая медаль перешла к Вяльбе. Особенно острой по накалу борьбы на этом чемпионате стала гонка-преследование на 10 км свободным стилем, где только фотофиниш определил победу в Вяльбе в борьбе с итальянской Бельмондо. Также Вяльбе в пятый раз на международных соревнованиях сумела выиграть самую трудную гонку в женских лыжах – это марафон 30 км. Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира финский гонщик Мика Мюлюла считал Елену Вяльбе величайшей лыжницей всех времен и народов, а король Норвегии, лично награждавшая Елену, сравнил ее с богиней Никой. В своем последнем сезоне Вяльбе в 45-й раз победила на этапах Кубка мира, но круто выступить на Олимпийских играх в Нагана вновь помешала болезнь. Кроме этого, ее организм был истощен после нескольких лет гегемонии в мировом спорте и нуждался в особом тренировочном подходе, чего не произошло. В составе эстафетной четверки Елена все-таки выиграла золото, став трехкратной олимпийской чемпионкой. И сразу после завершения Олимпиады 30-летняя Елена Вяльбе приняла решение уйти из спорта. В заключении хотелось бы подчеркнуть величие Елены Валерьевны. Вы только вникнете в ее достижение. Пятикратная победительница общего зачета Кубка мира, и это рекорд. 14-кратная чемпионка мира. Абсолютная чемпионка мира 97-го года в Тронхейме, и это рекорд, где она выиграла 5 золотых медалей из 5. Свой первый взрослый Кубок мира Вяльбе выиграла в юниорском возрасте в 89-м году, и это рекорд до сих пор. В сезоне 94-95 выиграла 9 индивидуальных гонок на Кубке мира, 45 индивидуальных побед за карьеру на этапах Кубка мира. Трехкратная олимпийская чемпионка на Олимпиаде в Эльбервилле в 92-м году выиграла медали разного достоинства во всех гонках. Многократная чемпионка СССР и России. На всех мировых чемпионатах и олимпиадах, где выступала в Вяльбе, она выиграла хотя бы один чемпионский титул. 9 лет подряд неизменно находилась в лидирующей тройке итогового зачета Кубка мира, обладательницей многочисленных рекордов в лыжном спорте этого периода. Во всех сезонах этого периода выигрывала личные гонки, и по совокупности результатов была сильнейшей лыжницей мира. В 98-м году имя Елены Вяльби вместе с Троисой Сметаниной вписано в книгу рекордов Гиннуса, как лыжниц, выигравших наибольшее количество медалей на Олимпиадах и чемпионатах мира. Настоящая королева лыж. Мое личное мнение, что Елена Валерьевна лучшая лыжница не только 20-го века, но и пока 21-го, хотя многие со мной не согласятся и упомянут норвежку Бьорген, но это как сравнить моську со слоном. Да, какие-то рекорды она побила, но Вяльби на это понадобилось 10 лет взрослой карьеры, а вот норвежке куда больше, да и без официально разрешенного допинга, а так она осматик, именно для нее допинга, для Бьорген, который разрешили, она бы точно не смогла их побить. Ну а на днях должен выйти фильм «Белый снег» как раз-таки про Елену Валерьевну. Так что, ребята, смотрите и не забываем ставить лайки, подписываться на канал, оставлять комментарии. Ну и как всегда, всем добра, мир, счастья вашему дому. Всем пока!